Всем привет! Вот, друзья, вторая часть нашего увлекательного трипа по крупнейшему музею железных дорог в Франции. В первой серии мы оставили наших енотов-путешественников после того, как они поломали вагон. Ладно, хоть машинист не заругался. Вторая же часть, как мы уже говорили, будет чистый паноптикум. Короче, продолжаем смотреть локомотивы и всякие чудо-штуки. Собственно, вот и паноптикум. Автоматрис от самого товарища Жанна Бугатти. Как тебе такое, Блуфи Фокс? Аппарат производства 1934 года и история его появления довольно курьезна. Фирма Бугатти сначала сконструировала автомобильные моторы для машины Бугатти Ройл. Но тачка не продавалась, а моторы, которых наштамповали уже очень много, надо было куда-то пристроить. Ну и сделали такую автоматрису, куда и напихали эти двигатели. А по мне, так это мега топ. Одна из культовых автомобильных марок и вдруг штука на железнодорожном ходу. Прекрасный салон на 48 мест. Сразу вопрос джентльмену. Где кабина машиниста? Если догадается, пусть напишет хоть в комментах, прям не знаю. Интересно, что машина это не единичная, как можно было бы подумать, а вполне себе серийная. Было выпущено целых 88 единиц в разных модификациях. На каждой такой автоматрисе устанавливались 4 бензиновых 8-цилиндровых двигателя. Итого 32 цилиндра. В 1937 году пациент поставил мировой рекорд скорости на железных дорогах – 196 км в час. Собственно, кабина машиниста, как капитанский мостик, расположена сверху. Это круто, чуть менее, чем полностью. Видно колонку контроллера, а на стенке тормозные экраны. А скоростемер-то какой блестящий. Фичей является еще восьмиосный экипаж, как у тепловоза ТМ-7. Тем не менее, эксплуатация оказалась слишком дорогостоящей. Учитывая очень высокий расход топлива, рост цен на него и такую себе надежность. Хотя работали эти матрицы с 1933 по 1958 год. Продолжим по «Ноптикум». Все знают про фирму «Мишлен». Парни заточены на резине для автомобилей. Ну вот, автоматриса на резиновых колесах. «Мишлен» ХМ-5005, тип 22. Французский аппарат 1936 года. Сама идея использовать резиновые колеса для движения по рельсам была предложена французским инженером Андре Мишленом в 30-е годы с целью повысить комфорт пассажиров. Судя по всему, пассажиры довольны. Так оно и было. Известно высказывание пассажиров, которые сказали, что движение они заметили только по меняющемуся ландшафту за окнами. Но, увы, оказалось, что резиновые колеса довольно быстро выходят из строя. Да и стоимость пневматики была на порядок выше стоимости обычных стальных колесных пар. Поэтому спустя несколько лет от эксплуатации гравитсапы отказались. Всего было выпущено 52 машины данной серии. И каждая была способна взять на борт 56 человек. Кто-нибудь скажет, а, технические курьезы. Но мы ответим. Благодаря в том числе таким курьезам, Франция сегодня является одной из ведущих железнодорожных держав. Имея в активе мировой рекорд скорости в системе колесо Рельс. Да и не только его. Труден был этот путь. А начинался он вот с таких непритязательных вагончиков. Третий класс, сидячий. Чекнем интерьеры. Вполне уютно. Туалет. Пассажирская часть. Аутентичные чемоданы. И старые фильмы тех лет на мониторах. В вагоне чувствуется запах старины. Это круто. Нам сразу вспомнился пафовак на Дэшке, где тот запах был утрачен после так называемой реставрации. А сиденья очень удобные. Вполне мягкие. Даже звоночек есть. Обратите внимание, в каждой полукупе ведет своя дверь. Друзья мои, настолько атмосферное место, прочувствуйте это сами. Мы сейчас посмотрим интерьеры пассажирских вагонов, немного более свежих. Это мы уже видели. По господину едут. И вот он. Да, смотрите вагон. Смотрите, паравана. Нифига себе. А, это же ресторация здесь. Нет, это просто воздух был. Вон, видишь, он тут пожрал. Вот он, не знаю, моряк что ли какой. Видим, коньяк уже все лопает. Смотри, хорошо отдыхает, ребята. Понятно, понятно. О, уважаю. Покушать-то. Сейчас мы наблюдаем вагоны знаменитого Восточного Экспресса. Поездок, который же в 1889 году преодолевал путь от Парижа до Константинополя, превышающий 3000 километров, за 67 часов. Этот поездок был блестяще описан в романе Агаты Кристи, убийство в Восточном Экспрессе, где завалили какого-то чела. Вероятно, одна из трагических сцен и воссоздана в ретро-вагоне. Видишь, как, господин, с цилиндром тут все как положено. Смотри, купе. И так фигак можешь в дедушку купе зайти. И чтоб тебе не дуло, видишь, регулируешь эти параваны-то. Чтоб тебя вдувало как надо. Хочешь туда, хочешь, да, хочешь, а все закрой. Офигенно, умно. Видишь, как. Вот это вагон. Да, вон тут. Тетка, походу, ехала очередная. Ну, тут тоже, видишь, зеркаль всякий, тут брызгалки. Вон, даже парик сняла, а. Вот она как. Да, блин, а тут уже попысать. А вот вагон-ресторан трансевропейского экспресса. Как говорится, без комментариев. Пора, наконец, от вагонов перейти к локомотивам. И начнем опять-таки с очень необычного экспоната. Тарам. Сюда бы клуб с саутом еще. А это КЗП, кожуха зубчатой передачи. От сурового электровоза, которому некогда наводить марафеты, перейдем в зал Трэнд Европейн Экспресс, где бережно хранятся электровозы-рекордсмены, прекрасный как виза в Шенген. Первый электровоз, который встречает гостей BB-92-91 Капитоль, локомотив постоянного тока 1964 года постройки. Аппараты этой серии использовались с 1967 года на первой во Франции высокоскоростной пассажирской линии Париж-Тулуза со скоростью до 200 км в час. Машина была восстановлена в 2007 году и, как вы видите, состояние оной прямо с завода. Стиль и еще раз стиль, вот что приходит на ум, глядя на электровоз. Наверное, нечто под названием ЭП-1М с таким же успехом можно назвать как образец антистиля. Капитоль это серийная машина, но ее прототип самый настоящий герой. BB-9004 – электровоз, поставивший мировой рекорд скорости. Далекий 55-й год. Мировой рекорд на железных дорогах – 331 км в час. Всего Франции выпустило два аналогичных электровоза – этот и BB-9003. То, что вы видите на экране, лишь механическая часть от рекордного BB-9004 и кузов от BB-9003. Да, друг мой, по техническим причинам кузов у 9004 не подлежал восстановлению. И не только кузов. На 9004 во время рекордного забега даже только приемник поплавился. Прикиньте, какие токи проходили через него. Очень атмосферное место. Давайте опять звуки вставим. Вот еще один герой – CC7107. С тем же рекордом в скорости – 331 км в час. Они ехали с плотки. Это машина и BB-9004, которую мы только что видели. Каждую такую машину украшает металлическая памятная табличка. Это тени по трофариету рисовать. Интересно, что немецкая компания по производству моделей ТТ выпускала такие электровозы в 120-м масштабе. Взгляните. Джентльмен может упороться и купить второй локомотив легендарной из плотки. Он тоже упускается в миниатюре. Локомотивы серии CC7100 стали первыми в стране электровозами, которые эксплуатировались со скоростями свыше 100 км в час. Еще необходимо отметить, что данная конструкторская база послужила основой для электровозов F, поставляемых в СССР. Впрочем, о них у нас имеется отдельный ролик, и мы рекомендуем его своим пациентам. Вот еще кабины легендарной Цэшки. Интересно, что практически во всех кабинах горит свет, так же, как и подсвечиваются буферные фонари локомотивов. Архивы. Это по-нашему. Гляньте, какая красота. Тепловоз CC65001. Это серия тепловозов, но тоже фирмы Альстом, производимых в 1957-58 годах. Машины создавались как замена паровозам и предназначались для вождения и грузовых, и пассажирских повездов. Оснащен наш герой двумя 16-цилиндровыми дизелями, мощностью 925 лошадей в каждой. А испытывали эти локи в том же самом Бельфоре, помните шахтный электровозик. Ощущайся. Опять тот парик. А это утюг. Ну, по крайней мере, так его называют французские железнодорожники. Электровоз CC14018. Серия, строящаяся с 1955 по 1959 год. Предназначены эти машины только для вождения тяжеловесных поездов. По типу нашего ВЛ-80С, видимо. Но как круто, реальный экспонат и тут же трансляция исторической хроники. А фактически обычный капотный электровоз промышленного транспорта. И, как по мне, довольно мрачно окрашен. Сюда бы побольше хрома и машина заиграла бы. Сейчас вот как сделаем. Та-рам. Вот, пожалуйста, очень необычный поезд с турбиной в качестве силовой установки. Машина уже с 70-х годов, но степень ее крутости также зашкаливает. Смотрите, установлен даже макет турбины, чтобы иметь представление о ней. А так выглядит интерьер вагона. И что немаловажно, эти турбопоезда ходили во Франции вполне себе в регулярной эксплуатации. По этой теме есть немало роликов на ютубчике. Обвенчает все это великолепие старина ТЖВ. Хотя правильнее посмотреть сначала стенд с мировым рекордом скорости 2007 года и макетом поезда-рекордсмена. То, что вы видите, уже четвертое поколение высокоскоростных поездов Франции. ТЖВ-Пост. В апреле 2007 года на нем была достигнута скорость 574 км в час. Собственно, стенд обо всем этом в красках и рассказывает. А рядом установлен фрагмент уже настоящего высокоскоростного поезда. Головного вагона, он же электроус. За номером 53. И это, друзья мои, первые поколения ТЖВ. Впервые подобный поезд был выпущен в 1978 году и получил имя ТЖВ Сюд-Эст, юго-восток. Аппарат имел конструкционную скорость 270 км в час. Ярко-оранжевый окрас кузова применялся с первого прототипа ТЖВ 1972 год и до 1990 годов. Дизайн поезда и схема окраски были созданы французом Жаком Купером. Можно даже посетить кабину машиниста. Ни разу раньше не было в кабине ТЖВ. А в зале с турботрейном стоит целиковый электроус такого же поезда первой серии. И не только он, кстати. Но, друзья, что нас потрясло, так это возможность изучить расположение оборудования на локомотиве поезда. Где еще подобное можно увидеть? И обратите внимание, в каком культурном и техническом состоянии все сохраняется. Вот как надо заботиться об истории. В этом ролике мы намеренно не рассказываем об особенностях этих поездов, поскольку на канале уже имеется видео, где акцент сделан именно на ТЖВ. Посмотрите. В конце этого ролика будет дана ссылка на тот фильм. Ну а мы, наверное, завершим рассказ об этом удивительном музее, поскольку эфирное время не резиновое. Джентльмен, разумеется, понимает, что огромное количество экспонатов, увы, осталось за кадром настоящего фильма. Это и американский 16-цилиндровый дизель, легендарный Балдвин, образца еще 40-х годов. И неведомо повозка с кабиной, наоборот. Видимо, какой-то автокран. И Метеор Пикассо, образца 1953 года, больше напоминающий подводную лодку. И многое, многое другое. Но атмосферу музея мы, надеемся, сумели передать. Пока. Эээ, блин, забыл сказать. Сейчас напрогу восстановим, погодите. Вы же понимаете, когда много смотришь на импортную технику, глаза начинают фризить. Нужно срочно подивиться на отечественную продукцию. Но где ее взять во Франции? Старый добрый Евротрейн, вот кто поможет. Ведь это единственный в России производитель локомотивов в правильном 87-м масштабе. И не только локомотивов. И вообще Евротрейн молодцы. Сумели объединить под одним брендом и макетную студию. И сеть магазинов для моделистов. И даже производства масштабных железнодорожных моделей, в том числе по специальным заказам. Иначе говоря, любой каприз джентльмена может быть рассмотрен ребятами из Евротрейна. Ну а там уж сколько задонатишь. Эту компанию всегда отличал профессиональный подход к выпускаемой продукции. И отличные качества сборки. Все модели имеют прекрасный ход. И на изи проходят даже радиусные кривые. И очень достоверно смотрятся на любом макете. Тебе нужны модели? Не вопрос, бро. Если ты москвич, мы имеем ввиду город, а не автомобиль. То вот тебе две точки. Станция метро Трубная. Самый крупный магазин Евротрейна. Или Маяковская. Там тоже много интересностей. А питерским джентльменам предлагаем магазин у станции метро Технологический институт. Понимай, друг. Ты живешь где-то там. В совсем другом месте. Не печалься. Интернет-магазины. Помощь. Ссылку на официальный сайт компании Евротрейн ищи в описании. Спасибо. Вот теперь правильно. Если джентльмену понравился ролик, то подписка на канал будет не лишней. А уж коммент оставить. И какой-нибудь лайк нажать. Это уж... Ну вы сами понимаете. И на стримы заходите. Там ламповая. Всем спасибо за просмотр. Всех с наступающим Новым Годом. Всем удачи. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok